Голоса Фёдорова, не Лёша, а как-то вчера, кстати, у аэропорта, я, извините, я сбился немножко, какой-то человек на меня летает, о, Костя Мамонов, сочетание интересное, да, вот, и, ну, это, да, Костя Мамонов, круто, и, короче, говоря, ну, Лёша, давай как-то, ну, так, давай всё-таки я, вот, что-то жарко стало, Оля, давайте, давай я как-то, знаешь, я тебе спою две песни, а ты видели, может, какая-то и покатит, я как раз первую, так, по украински, по хохляски, извините, я пою сочет, 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 у меня же так, нет, нет, а у меня загашки как раз песня, ну, как бы стихотворение, но это, я даже не знал, я не умею придумывать мелодии, играть в том числе тоже, один аккорд, даже поворком, вот, вот, я как-то на расстроен его же гитаре, вот, на расстроен гитаре, ему спело вот сочетворение, я стоял на Горду, главное, ходить практически в полночь, Лёша говорит, да, ну, супер, всё замечательно, кино снимается, мороз минус 30, если Диктор не врёт, на самом деле, там был здесь мороз под, 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 под Тверью, или под Бежицком, это зимой снималось, вот, не жарко, скажем так, вот, пальцы с тыла, всё остальное, и дубли, первое, второе, третье, ну, вроде всё нормально получилось, и потом уже озвучание, и я вот, вот, якобы уже молился, да, и не дай Бог будет озвучание, потому что озвучание в тёплой студии, это несколько другая история, а тут костёр, безысходность, люди уже практически пришли, и непонятно, будет у них это счастье, не будет это счастье, и музыкант такой жалкий, по большому счёту, у него, вроде, всё есть, и девушки, и алкоголь, и фан, и всё остальное, но всё равно что-то хочет, там, и так далее, и не было озвучания, как раз взяли вот это, то, что вот представило, уже оживил, вот, и, вот, я этот старый, сейчас, по-моему, почитаю. Я стоял на углу двух главных улиц, практически в полночь, и мысли за мной тянулись, как старая сволочь, преследуя тень мою дыша спину, нелепо подошли ко мне мужчины, и, с дрожью в голосе и в руках, я в их глазах увидел страх. Каково же было моё удивление, что это всего лишь злое похмелье, я дал им денег, чтобы не испытывали муки, а один из несчастных поцеловал мне руки. Спасибо. А эта история такая, я иногда пишу, стесня, если меня трогает какая-то, ну, опять же, история, это на литейном, на углу литейного, допустим, пестоля, ко мне подошли ночью, там, я возвращался из гостей, ну, люди, которые, ну, хотят выпить, да, но они были такие несчастные, вот, они, они так просто в глаза, а я как, я понимаю, то это болезни, вот, это всё, как бы зло это, и я прекрасно понимаю, что если мне дать, то может подчинно закончиться, вот, и они взяли небольшую денежку, я им дал небольшую денежку, и вот один из, там, там, был мужчин, была женщина, вот, мужчина взял мою руку и поцеловал, я там, как-то так, вот, тревожно себя почувствовал душевно, и потом, что это время, вот, написалось такое стихотворение, так, а это, а, ага, ну, это стихотворение, так, вот, для девушек, ну, написано девушке, конечно, но я думаю, что мы девушкам тоже, я читаю, стихотворение, как-то, как правило, мне моя красавица тапочки купила, тёплые, пушистые, как хвостики котят, котики смешные, как моя красавица, как их не упрашивают, кошки хотят, где ты, мое солнышко, освещаешь комнату, там моя закрытая девушка грустит, и в горшочек маленький посажу я зёрнушки, и от мерзких мыслей пусть мне стошны, пусть я стану тапочком, или, может, хвостиком, но вряд ли дождиком или же луной, я хочу быть досочкой, или просто мостиком, чтобы ближе быть мне с тобой. Спасибо. Спасибо за разряд это стихотворение. Она смотрела на мужчин без осмысления причин, и взглядом очень тонким колол их иголкой, и делала прически, и мерила наряды, и жгла свои расчески, чему была я рада, вела свои записки, и там стихи писала про счастье и риски, и свет большого жала. Во сне была актрисой, и красотой душила, и старые кулисы с печалью долго шила. А стихотворение, если интересно, я начал писать где-то в 81-м стихотворении, такое дурацкое совершенно, дурацкое, совсем неумелое, скажем. Я окончил Мегасский кинотехникум, тоже сейчас вам расскажу интересную историю, в 80-м году, и меня послали на практику. Тогда все посылали куда-то, не в Питере, а почему-то куда-то подальше. Для меня это было большим жизненным испытанием, потому что я дальше в Питере никуда, в Терекаштаде, никуда я не уезжал, в общем-то. Вот, и Таллина. И тут меня послали в Карелию, там, Петрозаводск, Петрозаводск, еще до Кандакога, город такой, в Кандакоге еще какое-то количество верст. И поселка засадилась, вот, и там красота немыслимая. И я там крутил раз в неделю кино. И, видимо, вот, ничего делать, телевизора не было, было радио, и я потихонечку стал что-то писать. И первое стихотворение, которое мне пришло, как бы, ну, после того, как я шел из Куба в доме, где я жил, вот, и звезды, и снег хрустящий, и все замечательно, и воздух свежий. Я такое стихотворение писал, оно сейчас, конечно, покажется очень таким наивным и глупым, но вот оно звучит так. «О, звезды, вы цари эфира, у вас у всех мерцание есть, сверкание звезд, судьбин мира, народов, будущность прочист». Вот, ужас. Вот, ну, это мне было, там, лет 19, наверное, да. Вот, и потихонечку у меня есть практически все, ну, в рукописи, скажем так, да. Я со смехом читаю, то, что он написал, это приятельство, конечно, полное не умею, он все, и очень все как-то так. А потом потихонечку, вот, скажем так, появилась, ну, не то что профессиональ, но какая-то, вот, так и манера. И я вообще эфира люблю, и я гонялся в то время советское за книжками и сам издат, в том числе, Хармс, там, да, и Веденский, и так далее, и так далее. Вот.